МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. О новостях Волгограда и области. 60 лет без ремонта визитную карточку Волгограда одевают в строительные леса. Кража с ароматом туалетной воды. Полицейские ищут похитителя парфюмерной продукции. Эх, дороги! Чиновники, депутаты и рядовые горожане разыскивают исчезнувший асфальт. Месяц на генеральную уборку. В регионе объявлена всеобщая мобилизация на борьбу с мусором. С прицелом на чистоту начинает жить Волгоградская область с понедельника. В ходе месячника под названием «Чистая область-2018» согласно распоряжению губернатора повсеместно пройдут мероприятия по выявлению несанкционированных свалок на городских территориях, природных парках и на землях лесного фонда. Региональному комитету транспорта и дорожного хозяйства поручено прибрать вблизи автомобильных дорог, а главам муниципальных образований организовать субботники на подведомственных территориях. Убрать от хлама и мусора свои площадки рекомендовано также юридическим и физическим лицам. Уже завтра в Волгограде состоится общегородской субботник. Проведение мероприятий запланировано на территории всех районов города. Весна этого года снова наступила на любимую мозоль жителей Волгограда. Не все отремонтированные дороги перезимовали без потерь. Асфальт кое-где опять испарился, а те участки, которые еще только ждут дорожных рабочих, держатся из последних сил. Поиском ответов на вопросы, как найти идеальный рецепт укладки асфальта и добиться от подрядчиков профессионального подхода к делу, так или иначе заняты все – рядовые горожане, чиновники и научные эксперты. Проблемы эти связаны, на мой взгляд, в первую очередь с организацией взаимодействия заказчиков и подрядчиков. Схемы самих тендерных торгов, система, при которой в подрядных торгах побеждает тот подрядчик, который предоставляет ниже всех стоимость, а по этой низкой стоимости ему надо сработать, ему надо положить какие-то материалы, ему надо, скажем так, в эту дорогу людей организовать, какую-то минимальную рентабельность получить. Отсюда и понятно, качество вот этих вот работ подчас страдает. Полный расклад ситуации с весенним состоянием дорог в Волгограде, почему чиновникам все нравится, а автомобилистам нет, а также прощальный привет миллионам рублей, потраченным впустую на укладку асфальта в программе «Взгляд с высоты. Воскресенье». Похитители туалетной воды на сумму 2,5 тысячи рублей разыскивают полицейские трактора Заводского района Волгограда. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как вчера в магазине «Рубль-бум» на улице Батова неизвестный гражданин в спортивном костюме синего цвета открыто похитил пару упаковок парфюмерной продукции и скрылся. Тем, кто сможет помочь в розыске и сообщить о местонахождении мужчины, полиция гарантирует конфиденциальность. Ротонду и пропилеи, входящие в ансамбль верхней террасы набережной имени 62-й армии, начали готовить к реставрации. К основным работам над обновлением одной из визитных карточек Волгограда планируется приступить в конце апреля. На территории вокруг ротонды уже установлено ограждение и монтируются строительные леса. Подрядчикам предстоит сначала очистить объект культурного наследия от старой штукатурки и краски. За 60 лет существования архитектурный ансамбль ни разу не ремонтировался, поэтому специалистам предстоит серьезно поработать. На этом все. До свидания.